Грабли, перчатки и мусорные пакеты – это атрибуты экологического десанта, который вышел на тропу чистоты в микрорайоне Пурпе. Цель – разобрать несанкционированную свалку, где годами жители складировали отходы. Просто надо с маленького всех и родителям детей приучать, чтобы не мусорили, потому что всем же приятно находиться в чистоте, а не в таком вот мусоре, как здесь. Субботник, он и есть субботник, чтобы приводить ту территорию, в которой мы проживаем, в чистоту. То есть мы видим на сегодняшний момент, что данная территория Пурпе захламлена. Хочется оставить что-то чистое после себя, поэтому администрация второй раз уже выезжает на данную территорию, делает субботник. Как вы видите, уже часть территории убрана, и видя на эту чистоту, становится приятно. Убирают эту несанкционированную свалку во второй раз, так как мусора очень много. Здесь можно увидеть дружно соседствующие автомобильные покрышки и жестяные банки. Один из популярных мусоров – это пластик, бутылки, покрышки, ну и всякие мебели, мебель всякая разбита. Для сбора мусора есть специально отведенные места. Очень большая просьба отвозить мусор на контейнерной площадке. В эту вылазку участники субботника собрали более тысячи кубов мусора, в том числе и негабаритного. По поводу свалок, конечно, это такое зрелище не очень приятное. Мусора, конечно, много. Я так понимаю, что многие граждане, жители города не утруждают себя выноса мусора в определенные отведенные места. Поэтому вот такие мероприятия у нас проводятся. Я считаю, что это нужно и необходимо. И мы занимаемся таким благородным, так сказать, делом. 2022-й объявлен губернатором Дмитрием Артюховым годом экологии. А это значит, что чистоте в городе будет уделено особое внимание. Алла Ислаева, Денис Вильков, Новости Губкинского.